Приветики, с вами медики. Нет, сегодня в силу своих возможностей, которые конечно же ограничены, мы будем разбираться в полевой медицине, военном врачевании, боевом знахарстве и прочих интерпретациях оказания первой помощи захворавшим товарищам в экстремальных условиях. Ну давай-давай, черкани в комментарии, что мы не врачи и вообще ничего не понимаем в теме, никто из нас не доктор, бла-бла-бла. Можно подумать, что ты доктор. Ну наконец-то. Кадушка, бей. Вообще-то я в Battlefield играл за медика и как бы в этом шарю. Но да ладно, докторов среди нас нет, зато есть больной, так что повод поговорить о медицине имеется и весьма весомый. Сразу важное замечание, если у тебя нету профильного медицинского образования, опять параноидный бред, и знаний, как функционирует организм землянина, то просто забей. От твоих животворительных потугов толку будет не больше, чем от хиллера, который стоит в АФК. К тому же помни, Айболитушка Доморочный, что твоя борьба за здоровье поврежденного товарища может его этого самого здоровья лишить, если ты тупенький и неумелый. Алло, Колян, ты же лучше всех в институте учился, как операцию на открытом сердце сделать? Именно поэтому здесь присутствует специально обученный человек на случай, если наш хиллбот залечит здоровяка до могилы. А где наш врач? Надеюсь, все уяснили, что медицина штука сложная и ответственная. Без нее ты, скорее всего, сдохнешь. С ней ты тоже сдохнешь, но, возможно, попозже. Теперь к делу. Слушай и запоминай, что тебе понадобится в борьбе с увечьями, как своими, так и братскими. Для начала запомни, приз тряпочный, паладин железный, выбор очевиден. Играем друидом. Ты что, Алькар? А я за тебя не голосовал. What the fuck? Кидаешь ход и одной кнопкой, в перерывах даешь циклон. И с 2К в бойке. Да, Виталя, это не тот текст. А, извините. Первое, что тебе нужно, куча хуйни. На самом деле, не такая уж и куча, но сам все поймешь. Второе, знание и умение, чтобы эта куча была тебе понятна. И ты мог отличить вату от винта хотя бы на вкус. Третье, тара или же подсумок, чтобы не искать по карманам полоску пластыря или же дефибрид... Забудьте про всю эту классическую медицину. При ранении достаточно найти любой подорожник и приложить к ранке. Только, по-моему, сейчас не сезон, так что вернемся к врачеванию. Ну, что болит? Полевая аптечка собирается не для товарищей, а для себя любимого. Туда укладываются вещи, которые необходимы лично вам. Поэтому, если у вас аллергия или прочие болячки, не поленитесь положить нужные колеса, чтобы тебя смогли откачать. В случае повреждения, ты сам будешь применять пилюли и бинты. А в случае критического дэмэджа, тиммейты будут лечить тебя именно твоей аптечкой, а не своей. Дело в том, что зачастую Рагули неправильно понимают смысл отрывной аптечки. Она отрывается не для того, чтобы кинуть другану-абрыгану, а чтобы тебе самому или товарищам было легче проводить экзорцизм над твоей тушей. Хотя передать аптечку, если лесной болван не собрал свою, тоже возможный вариант. Я буду говорить конкретно про ЭПП. Индивидуальный перевязочный пакет. Неважно, насколько большим будет ваш подсумок, он не сможет вместить в себя набор врача, даже если очень хочется. Тут нужен рюкзак, желательно тоже медицинский. Наш подсумок от Анны Тактикл, поэтому он такой классный, ссылка на него под видео. Теперь к содержимому. Жгут. Желательно качественный. Я бы рекомендовал турникет, поскольку он позволяет достаточно легко наложить его самому себе. Это особенно актуально, если ты лох-пидор-нет друзей. Ножницы или нож. Если у тебя нет ни того, ни другого, или нож только резиновый, вероятно ты стрейкболист, поэтому купи настоящий. Обезболивающее. От горькой жизни не спасет, но страдания облегчить может. Простой вариант – таблетки. Если владеешь искусством уколов в жопу, то ампулы. Они более эффективны. Если не владеешь, тоже есть выход. Специальный пистолет, который сам загоняет шприц в булки. Тебе, как милитаристу, понравится. Также позаботься о боксе для ампул, чтобы они не разбились. Самыми сильными же считаются наркотические обезболивающие. Все ясно. Героин, барихуана, крэп. Гражданскому человеку такое шириво недоступно, так что даже не мечтай. Интересно, что сегодня можно найти в рюкзаке современного школьника? А вот это уже серьезно. Гемостатики. Средства для остановки кровотечения. Продаются как в аптеках, так и в специализированных магазинах. Аптечные менее эффективны, однако тоже работают. Декомпрессионная игла. Важная штука, но ей еще нужно уметь пользоваться. В противном случае покалечит жертву еще больше. И в догонку по легким хорошо бы иметь повязку для помощи при легочном ранении. Последний пункт. Стерильные перчатки, чтобы не трогать людей голыми руками. Это профессиональный комплект, который используется военными. И чтобы им пользоваться, нужно обладать некими знаниями. Но суть не в этом. Главное, что тебе нужно запомнить, не переоценивай свою мощь. Подышать в рот, наложить жгут, перебинтовать ранку на пальчики. Это ты сможешь. А вот вытаскивать человека с того света без спецподготовки даже не мечтай. Да, и давай будем честными. Кто там на вашей воскреске помирать собрался? В любом случае, уметь оказывать первую медицинскую помощь полезный навык, который может пригодиться как на гражданке, так и на военке. Поэтому уметь это все-таки стоит. Так что, если ты хочешь не только кидаться аптечками, но еще и открывать их, или, возможно, даже пользоваться, то пройди курсы первой медицинской помощи. Возможно, будешь полезным. Не то, что этот. А теперь поставь палец сверх под видео, и пускай твой братюня тоже поставит палец сверх под видео, чтобы я был счастлив. Не болейте. Пока. А наш доктор Айболит Потерял он всякий стрит Он горячий, аж кипит Голос бивчивый, бронхит А у меня есть корова, у коровы есть бичок У девчины есть хлопчин, а у хлопчины есть бичок